Обратная сторона медали. Как Олимпиада в Париже отзеркалила западную действительность? До завершения Олимпиады в Париже остаются считанные дни. Войдет ли сейдейство в историю? Безусловно. Но, к сожалению, не только спортивными достижениями. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что его страна показала истинное лицо на церемонии открытия игр. С этим трудно не согласится. Но стоит добавить, что свое лицо Франция демонстрировала не только на открытии, но и в процессе подготовки к Олимпиаде и в процессе ее проведения. Так какое оно? Лицо Франции, страны свободы, равенства и братства. Страны, где власть борется с нищетой, высылая бедняков из столицы, лишь бы не опозориться перед иностранными гостями. Где процветают грабежи и разбой. Где насилуют туристок и обчищают карманы в Олимпийской деревне. Где организаторы не жалеют средств на открытие игр, устраивая эпатажное зрелище и оскорбляя чувства миллионов христиан. Зато экономят на кроватях, кондиционерах и даже продуктах для спортсменов. Пусть французы не обижаются, но именно таким в эти дни мы видели лицо Франции. И в нем же угадывали черты всего западного мира. Мира, где мужчина выходит на ринг, бьет женщину и получает за это медаль. А на людей, которые не могут с этим мириться, навешивают ярлык сексистов или агрессоров. Где доводят до того, что мусульманские страны вступаются за христианского бога. И где демократия отнюдь не власть народа, а власть меньшинства. Олимпиада отзеркалила западную действительность. Для них это становится новой нормальностью. Ну а нам не лишним будет сделать выводы, чтобы их нормальность никогда не стала нашей действительностью. Бомжи и грабежи. Стал ли Париж городом света? За несколько месяцев до начала Олимпиады французское объединение «Лера верш де ля медаль» «Обратная сторона медали» опубликовало доклад, в котором обвинила французские власти в социальной зачистке Парижа и столичного региона с целью сделать невидимой крайнюю бедность перед Олимпийскими играми. Международное французское радио RFI сообщало, что в объединение «Лера верш де ля медаль» входят более сотни ассоциаций и организаций, помогающих самым уязвимым группам населения – бездомным, мигрантам, людям с наркотической зависимостью, жертвам торговли людьми и другим. Под социальной зачисткой подразумевалось преследование и выселение людей, отнесенных государственными властями, к нежелательным из тех мест, где планировалось проводить Олимпийские игры. Авторы доклада отмечали, что подобные действия французские власти предпринимали и ранее. Например, сносили палатки, в которых жили мигранты. Однако перед Олимпиадой зачистка заметно активизировалась. Так, за период с апреля 2023 по май 2024 года выселением подверглись 12 545 человек, что на 38,5% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов. В столичном регионе Иль-де-Франс за период 2023-2024 годов было проведено 138 рейдов по выселению мигрантов из палаточных лагерей, в том числе 64 из трущоб и 33 из сквотов. По данным Лера Верс де ля Медаль, бездомных отправляли в регионы, зачастую не спрашивая их согласия. Людей расселяли в центрах временного проживания. Однако срок нахождения в этих центрах был ограничен. И по его истечении люди вновь оказывались на улице. Этим летом Париж и его регион предстанут наиболее выгодно с точки зрения властей. «Стерильный город света, почти без бедности, с чистыми кварталами, без попрошайничества, наркопотребления и секс-услуг», – отмечали авторы доклада. На выселение бездомных иммигрантов из Парижа обратили внимание и в ООН, призвав французские власти решать задачи по подготовке города к Олимпиаде, не прибегая к социальным зачисткам. В то же время в оргкомитете Парижской Олимпиады заявили, что не отвечают за помощь уязвимым группам населения. В префектуре Иль-де-Франс отметили, что требования «Le reverse de la medal» де-факто нереалистичны. А в мэрии Парижа и вовсе решили не признавать, что социальные зачистки связаны с Олимпиадой. «Бедность пришла не с Олимпийскими играми. Они тут ни в коей мере не являются причиной», – заявлял первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегор. «С Грегором не поспоришь. Во Францию бедность пришла не с Олимпиадой. И с Олимпиады она, естественно, никуда не ушла. Просто ее затолкали на время в дальний угол, чтобы не портить внешний вид». «Но бедность на то и бедность, что лезет изо всех щелей». Непонятно, на что рассчитывали французские власти. Но уже к началу Олимпиады улицы Парижа вернули себе привычный вид – с палатками-шатрами и лежанками из картона. С каждым днем просящих милостыню в столице становилось все больше. А накануне открытия игр несколько сотен бездомных организовали в Париже стихийный протест, требуя выделить им места для проживания. Не с Олимпиады во Францию пришла и преступность. Но если бедняков можно погрузить в автобусы и вывезти с глаз подальше, то с убийцами, грабителями и насильниками так не выйдет. Поэтому, несмотря на армию жандармов на улицах Парижа, криминальные сводки лаконичнее не стали. Скорее, наоборот. За несколько дней до начала Олимпийских игр в самом центре Парижа было изнасиловано 25-летняя туристка из Австралии. На девушку напали пятеро мужчин. После этого происшествия глава Олимпийской сборной Австралии призвал спортсменов проявить особую осторожность, пока они находятся в Париже. Накануне Олимпиады в столице Франции ограбили легендарного бразильского футболиста Зика, который приехал на игры в составе бразильской делегации. Злоумышленники украли портфель с драгоценностями и часами Rolex. Сумма ущерба оценивается почти в 500 тысяч евро. И это далеко не единственная кража. Так, у нападающего сборной Аргентины по футболу Тиаго Альмаду украли личные вещи. У замминистра спорта Южного Судана похитили сумку с деньгами Олимпийской делегации, в которой было 35 тысяч долларов. Сборной Индонезии по бадминтону лишилась сумки, в которой находилось 53 тысячи евро. Не повезло и велогонщикам сборной Словакии. У них прямо на территории Олимпийской деревни стащили 10 шин, запчасти для велосипедов и несколько переключателей передач. Стоит отметить, что глава МВД Франции Жеральд Романен на днях заявил, что в целом уровень преступности во время игр снизился. За первую неделю Олимпиады были задержаны всего лишь 200 человек. В целом безопасность на Олимпиаде обеспечивают порядка 35 тысяч полицейских и жандармов, 18 тысяч военнослужащих и тысячи сотрудников частной охраны. Пародия на Бога. Что открыла миру? Церемония открытия Олимпиады. Церемония открытия Олимпийских игр – это всегда особое действие. Оно задает нужный тон и создает атмосферу общности и единства. Не зря говорят, что спорт объединяет. Но, к сожалению, нынешняя церемония скорее разъединила, чем сблизила. Мы не будем говорить, что кому-то помешал дождь или по чьей-то ошибке был неправильно вывешен Олимпийский флаг. Сейчас все это кажется мелочью, ведь без ошибок не бывает. И нужно сказать, что церемония была наполнена красивыми и яркими моментами. Впервые в истории церемонии открытия Игорь состоялась вне стадиона, а в центре города. Олимпийские команды проплыли на лодках по сине. В гигантский театр под открытым небом превратился Париж на несколько часов. Страна-хозяйка подтвердила свою репутацию колыбели революции, продемонстрировав революционный подход к организации игр. К ульминации стало лазерно-световое шоу на площади Тракадера. Эйфелева башня, которую украшают Олимпийские кольца, заиграла иллюминации. Вскоре котел с Олимпийским огнем, прикрепленный к воздушному шару, осветил небо над Парижем, а увенчал церемонию открытия гимн любви в исполнении знаменитой Селин Дион. Описывал церемонию открытия телеканал Евроньюз. Однако не успели отзвучать последние аккорды церемонии открытия Олимпиады, как общественность взорвалась. Дело в том, что во время шоу была продемонстрирована провокационная ЛГБТ-пародия на знаменитое полотно Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на котором изображены Иисус Христос и его 12 апостолов во время последней трапезы перед распятием. «Непристойная сцена, в которой участвовали танцоры, трансвеститы и почти полностью обнаженная фигура, покрытая синей краской, была подвергнута осуждению религиозными и консервативными группами», написала американская газета The Wall Street Journal. Вице-премьер Италии Матео Сальвини назвал пародию на «Тайную вечерю» оскорблением миллионов христиан в мире. «Ужасное начало, дорогие французы, убогое», заявил политик. Евродепутат от итальянской партии «Братья Италии» Николо Прокачини сравнил церемонию открытия игр с гей-парадом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в наличии у Запада представлений о культуре и морали. «На Западе отрицают общую культуру и общественную мораль, что было видно на открытии Олимпийских игр», — сказал Орбан. Интересная реакция вице-премьера Сербии Александра Вулина. Он обратился к соотечественникам с призывом определиться, принадлежат ли они к цивилизации, демонстрируемой на Олимпийских играх в Париже или на играх Брикс в Казани. «Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации Нового Запада и цивилизации Нового Востока, то это открытие Олимпийских игр в Париже и открытие игр Брикс в Казани», — приводит слова Вулина ТАСС. В Париже Мария Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. «Золотой телец» является тем, кто ему поклоняется. А больной человек, который все это поставил, тайную вечерю представляет как сцену из порнофильма. В Казани спортсмены под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, не было больных видений. «Сербы! Какой цивилизации вы принадлежите?» «Сербы! Что вам еще непонятно?» Примечательно, что с осуждением выступили мусульманские страны, где Иисус Христос почитается как пророк. Почитание Иисуса Христа — это бесспорный, однозначный вопрос для мусульман. Мы осуждаем эти оскорбления в адрес священных личностей, божественных религий, в том числе Иисуса Христа. Написал в соцсети Икс руководитель и духовный лидер Ирана Аятала Али Хаминеи. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выразил возмущение церемонии открытия во время телефонного разговора с Папой Римским. Он заявил, что под видом свободы выражения мнений и толерантности попирается человеческое достоинство, высмеиваются религиозные и моральные ценности, и это оскорбляет мусульман не меньше, чем христианский мир. Разочарование некоторыми сценами церемонии открытия игр выразили в Ватикане. В том же духе высказались и французские епископы. А в русской православной церкви пародию на Тайную вечерю назвали культурно-историческим самоубийством в одной из некогда христианских столиц европейской цивилизации. Кроме репутационного, оргкомитет понес и финансовый ущерб. Так, американская телекоммуникационная компания C-SPIRE приняла решение отозвать свою рекламу. На фоне критики организаторы Олимпийских игр пошли на попятную. Мол, никакой пародии на Тайную вечерю не было, а автор постановки Тамаж Али вдохновлялся греческой мифологией. Однако в это мало кто поверил. Американская газета New York Post со ссылкой на источник в Воркомитете сообщила, что именно Тайная вечеря была взята за основу пародии. В итоге в адрес организаторов игр, в том числе Жали, посыпались угрозы. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Заступиться за оргкомитет пытался даже Макрон. Правда, лучше бы в этот раз промолчал, потому что его слова о лице Франции вызвали еще больше негатива. «Французы гордятся прошедшей церемонией открытия. Мы ее очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо. Она показала свою смелость и сделала это с присущей ей художественной свободой», – сказал Макрон. В итоге Оргкомитету пришлось принести извинения. А на сайте МОК и ее YouTube-канале исчезло видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады. Но послевкусие осталось. Испытание сены. Во что окунули спортсменов? Качество воды в главной водной артерии Парижа реки Сена уже многие годы называют не иначе, как катастрофическим. Некогда сено воспевалось поэтами и художниками, а сегодня эта река вызывает скорее брезгливость. Грязная и вонючая – так говорят о ней парижане. Но может ли быть иначе, если канализационные трубы дырявые, системы на насосной станции ломаются, а в реку регулярно попадают сточные воды? Об одном из таких случаев в начале лета писали французские СМИ. Тогда сообщалось, что в сену из-за неисправности насосов попали около 50 миллионов литров сточных вод. При этом загрязнение реки продолжалось несколько недель, пока тревогу не забили местные жители. Люди стали жаловаться властям, что вода в реке стала коричневой, а по ней плавают всевозможные отходы, вроде прокладок и салфеток. И все бы ничего, если бы только организаторам Олимпиады не пришло в голову провести все несоревнования по плаванию на открытой воде и этап триатлона. И это при том, что анализы показывали высокое содержание в воде бактерий, ртути и химикатов. В итоге власти Парижа все же потратили 1,4 миллиарда евро на очистку реки. И взятые после этого пробы вроде как показали, что река стала значительно чище. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, мэр Парижа Анн Идальга собрала журналистов и устроила заплыв по сене. Ожидалось, что в заплыве поучаствует и президент Франции, но в последний момент он передумал. И, судя по всему, не зря. Заплыв по сене в рамках олимпийских соревнований по триатлону прошел 31 июля, немало повеселив зрителей. Люди шутили, что олимпийцы могут выйти из воды мутантами и полагали, что на финише пловцам может понадобиться медицинская помощь. Помощь и правда понадобилась. Двух триатлонистов Тайлера Миславчука из Канады и Екатерину Шабалину из Казахстана после заплыва стошнило. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания и вырвало уже после первого круга велосипедного этапа, рассказала Шабалина. Испанская спортсменка Мариам Касселия заявила, что организаторы превратили соревнования по триатлону в цирк, а из олимпийцев сделали клоунов. Они вообще не думали о спортсменах. Они больше думали об обстановке, имидже, о том, как красиво выглядеть и продать мероприятия на сене. Они совсем не думали о здоровье спортсменов. У них было 8 лет на подготовку к играм, а с каждым годом становилось все хуже. Это позор. Приводит слова спортсмен Китас. Негодовали из-за качества воды в сене и несправедливых условий водного состязания нидерландские триатлонисты. Посмотрим, станет ли мне плохо. Я действительно наглоталась много воды. Поделилась впечатлениями спортсменка Рэйчел Кламер. «Качество воды далеко не лучшее. Это чувствуется. Она коричневая, отвратительно пахнет», рассказала триатлонистка из Швеции Тильда Монсон. Посмотрим, заболею ли я после всего этого. Через несколько дней после заплыва стало известно, что у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель выявили кишечную инфекцию. Правда, МОК заявили, что заболевание бельгийки не связано с заплывом в сене, а самой триатлонистке пришлось заявить, что ее недомогание не вызвано кишечной палочкой. Тем не менее, вскоре о кишечной инфекции сообщили швейцарские триатлонисты Адриэн Брифот и Симон Вестерман. Спортсменам пришлось сняться с последующих стартов. На симптомы кишечной инфекции пожаловались и два спортсмена из сборной Новой Зеландии по триатлону. Одним из них стал Хейден Уайлд, серебряный призер индивидуальных соревнований на Олимпиаде в Париже. Представители Оргкомитета и мэрии Парижа уверяют, что заболевания спортсменов не связаны с качеством воды в сене. Мол, пробы воды перед соревнованиями были превосходными, а во время Олимпиады заболевали и другие спортсмены, которые не участвовали в триатлоне. «Нет абсолютно ни одного спортсмена, который бы заболел из-за того, что купался в сене, или который снялся бы с соревнований из-за того, что плавал в сене. Это фейк, это доказано», – сказала мэр Парижа Анны Дальга. Однако в заверение мэрии Парижа и Оргкомитета Олимпиады верят далеко не все. Так, шведский плавец Виктор Юханссон принял решение отказаться от дальнейшего участия в играх, опасаясь за свое здоровье. «Медицинская бригада Национального Олимпийского комитета Швеции посоветовала мне не участвовать, что, конечно, хорошо. Здоровье спортсменов важнее всего. После того, как мы взвесили их рекомендации со всеми существенными рисками, нам показалось, что лучшее решение – отказаться», – приводит слова Юханссон Атас. Реверанс зеленой повестки. Чем впечатлила Олимпийская деревня? Темные воды сены оказались не единственным сюрпризом для олимпийцев. Еще накануне игр, прибывшие в Олимпийскую деревню спортсмены, были немало удивлены условиями проживания. Впечатлениями от французского гостеприимства участники Олимпиады делились в социальных сетях. Первое, что вызвало возмущение – это картонные кровати, на которых невозможно выспаться. У кого-то отваливала шея, у кого-то спина. «Это не шутка. Олимпийская кровать, как видите, сделана из картона», – поделился впечатлениями французский тюдоист Жульен Брюлар. Картонные кровати – это реверанс в сторону экологичности. После использования они будут переработаны. Однако для спортсменов, которым нужно выходить на старты в хорошей форме, забота об экологии стала небольшим утешением. Из-за вреда экологии организаторы игр поначалу отказались от установки кондиционеров в Олимпийской деревне. Мэр Парижа заявила, что якобы деревня была спроектирована таким образом, что необходимости в кондиционировании воздуха нет. В итоге делегации некоторых стран заявили, что привезут кондиционеры с собой. И лишь после этого в Оргкомитете согласились закупить устройство для охлаждения воздуха. Но, похоже, на всех не хватило. На этой неделе гребец сборной Саудовской Аравии Хусейн Алирес выложил видео в соцсетях. На нем запечатлен олимпийский чемпион по плаванию из Италии Томас Чекон, спящий на земле возле скамейки. Оказалось, что в номере Чекона нет кондиционера и вынести духоту итальянец не смог. «В деревне нет кондиционера, жарко, еда плохая – это не алиби или оправдание, это реальность, о которой, возможно, не все знают», – рассказывал уже сам Чекон журналистом. К слову о еде. В этом вопросе организаторы игр вновь не угодили. Спортсмены говорили, что еды не хватает, а то, что есть, не отличается разнообразием. Однако оказалось, что это еще не самое страшное. Британский пловец Адам Пити в интервью изданию Daily Mail рассказал, что спортсмены находят в еде червей. «Я хочу есть мясо. Мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома. Так почему я должен что-то менять? Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Мы смотрим на лучших из лучших спортсменов в мире, но даем им не самое лучшее», – заявил британский пловец. В Оргкомитете Олимпийских игр вину не признали, заявив, что у всех свои вкусы. Да, было немало комментариев на тему продуктов и еды. Есть момент, связанный со вкусами людей. «Мы видели критические замечания. Могу сказать, что со своей стороны мы постарались сделать все возможное, чтобы у спортсменов было питание в соответствии с их потребностями», – приводит та слова директора Оргкомитета по коммуникациям Ан Дешам. По ее словам, сообщения о червях в пище в Оргкомитет не поступали. Дешам пообещала приложить усилия, чтобы улучшить ситуацию. Она также заявила, что в последние дни было увеличено количество протеинов, предоставляемых спортсменам. Тем временем, на днях стало известно, что около 15 человек из канадской делегации пострадали от болезни желудочно-кишечного тракта. Что стало причиной? Заплыв в сене или протеин из Олимпийской деревни пока не сообщается. Еще одной проблемой Олимпиады стала организация транспортных услуг. Это в полной мере прочувствовал на себе белорусский спортсмен Евгений Золотой. Автобус, который должен был доставить его к месту состязаний, сломался по дороге. В итоге финал Олимпиады по академической гребле пришлось перенести. К счастью, все закончилось благополучно. Золотой не только доехал до места соревнований, но и прибыл к финишу вторым. Взял серебро в финале мужских одиночек. Бьют женщин и получают медали. К чему привели гендерные игры? Казалось, что свой лимит скандалов Олимпиада в Париже должна была исчерпать еще на церемонии открытия. Но вскоре стало ясно, что у новой нормальности лимитов вообще нет. 1 августа в рамках боксерского турнира на ринг вышли Иман Хилиф из Алжира и Анжела Карини из Италии. Поединок завершился довольно скоро, через 46 секунд, разбитым носом и слезами. Карини просто отказалась от продолжения боя, и победа досталась Хилиф. «На первой минуте мне не хотелось драться. Я почувствовала сильную боль в носу. Не в моих правилах сдаваться, но именно потому, что я не могла продолжать, сказала достаточно и завершила поединок», – заявила Карини. Бокс считается одним из самых травмоопасных видов спорта, поэтому на этом историю можно было бы и завершить, если бы не одно «но». Иман Хилиф не совсем обычная спортсменка. В прошлом году ей запретили участвовать в женских соревнованиях по боксу, поскольку она провалила тест на определение пола. То есть на чемпионате мира 2023 года Хилиф дисквалифицировали, а к Олимпиаде допустили. Интересно, что Хилиф такая не одна. Представительницу Тайваня Линь Юй Тин по тем же причинам не допустили до чемпионата мира 2023, но дали разрешение выступить на Олимпиаде. Такая ситуация вызвала шквал негодования, в том числе среди европейских политиков. Премьер-министр Италии Джорджи Мелони назвала прошедший поединок нечестным. «Я думаю, что атлеты с генетическими мужскими характеристиками не должны приниматься в женские категории. И дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных», — сказала Мелони. Британский министр цифровых технологий, культур и средств массовой информации спорта Лиза Нэнди заявила, что поединок с Хилиф был неприятным зрелищем. «Было невероятно некомфортно смотреть этот бой, продолжавшийся 46 секунд. Пока спортивные организации пытаются найти баланс между инклюзивностью, справедливостью и безопасностью, правительства должны сыграть свою роль и убедиться в том, что у этих организаций есть четкие правила для принятия подобных решений», — сказала Нэнди. В числе тех, кто осудил поединок Хилиф, был президент Сербии Александр Вучич. «Представьте себе эти болезни и безумие, которые начали править миром, где теперь приходят мужчины, бьют женщин и получают медали. Безумие захватило мир, и все сошло с ума», — сказал сербский лидер. Олимпийский комитет Венгрии не ограничился словами и обратился в Международный олимпийский комитет, чтобы разъяснить ситуацию с участием провалившей гендерный тест спортсменок в соревнованиях по боксу. Тем временем в МОК заявили, что обе спортсменки были определены как женщины, и на Олимпиаде они соблюдают все медицинские правила. Кроме этого, МОК выступил с обвинениями в адрес Международной ассоциации бокса. Эти две спортсменки стали жертвами внезапного решения IBA. На чемпионате мира в 2023 году они были дисквалифицированы без надлежащей правовой процедуры, — говорилось в заявлении МОК. IBA выступила со встречным заявлением. IBA подтверждает свою позицию в стремлении защитить женщин-боксеров и осуждает как МОК, так и World Boxing за доступ к соревнованиям спортсменов, не имеющих на это права, — говорилось в заявлении. Спортсменка Лин Юн Тин не стала обжаловать решение IBA в спортивном арбитражном суде. Хилиф изначально обжаловала решение в спортивном арбитражном суде, но отозвала апелляцию в ходе разбирательства. «Мы защищаем женщин и их права соревноваться на ринге с равными соперниками». В IBA также заявили, что и МОК, и оргкомитет игр в Париже были проинформированы о проваленной гендерных тестах, но они так и не отреагировали, опираясь на свои собственные критерии. Президент IBA Умар Кремлев также заявил, что Ассоциация бокса будет отстаивать права спортсменов. То, что сейчас происходит на Олимпийских играх, — это позор всех времен. Спортсмены получают отравление из-за циничности руководства МОК и завершают карьеру из-за гендерной дискриминации и отсутствия конкурентной борьбы. Мы же объявляем о том, что каждая спортсменка, которая столкнулась с несправедливостью на этой Олимпиаде в боксе, будет награждена. Мы и дальше будем поддерживать наших спортсменов, а остальным международным ассоциациям давно уже пора перестать молчать и последовать нашему примеру, — заявил Кремлев. На этом перепалка между МОК и IBA не закончилась. В дело вмешался глава МОК Томас Бах. Он заявил, что в отношении Франции как организатора Олимпиады и МОК была развернута клеветническая кампания. Ответственный за клевету Бах назначил IBA. Что касается ситуации с Лей Ньюитин и Хелиф, то Бах убежден, что они обе женщины, поскольку в паспортах у них написано, что они женщины. Стоит отметить, что сам Бах в своих рассуждениях поднял довольно интересную тему. Он заявил, что сегодня кто-то пытается изменить определение слова «женщина». «И я хочу им предложить сформулировать новое научно обоснованное определение слова «женщина». Как можно объявить того, кто родился женщиной, не женщиной», — сказал глава МОК. В свою очередь, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что гендерные тесты спортсменов являются нелегитимными, а само тестирование спортсменов на гендерную принадлежность является противозаконным. Ясность ситуации попытался внести президент Европейской конфедерации бокса Иоаннис Филипатос. По его словам, наличие у Хелиф мужского кариотипа является аномалией. «Она может быть одновременно и мужчиной, и женщиной. Куда квалифицировать таких спортсменов? Говорят, что она родилась такой. Но я не принимал все роды. Мы верим тем, кто это делал. Мы хотим защитить остальных девушек от такой спортсменки, которая имеет мужской потенциал. У обычных женщин-спортсменок меньше физической силы, чем у тех, кто имеет мужской и женский кариотип», — сказал Филипатос. Как бы то ни было, Ильин Юйтин и Хелиф продолжили соревнования и вышли в финал олимпийского турнира в своих весовых категориях. Правда, обе столкнулись со шквалом критики и травлей. Хелиф даже обратилась к болельщикам с призывом соблюдать олимпийские принципы, поскольку травля спортсменов имеет последствия. «Это может уничтожить людей, это может убить мысли, дух и разум людей. Это может разделить людей, и поэтому я прошу их воздержаться от травли», — отметила Хелиф. Кто-то считает, что негатив в сторону Хелиф оправдан и справедлив. Но на самом деле трудно говорить о справедливости в ситуации, где люди пытаются решить проблему угрозами и оскорблениями. Но стоило ли ожидать другого? Ведь спортивные функционеры в угоду новой нормальности решили закрыть глаза на то, что спортсмен с мужским кариотипом выходит на ринг против женщины. А возмущенная публика, которая тонет во всем этом безумии новой нормальности, пытается на кого-то излить свою ярость. Гендерные вопросы остаются очень щепетильной темой. И проблема в том, что западные элиты превратили эту тему из личной в публичную, пытаясь заработать себе очки. Вместо того, чтобы ремонтировать насосы и чистить канализацию, они пытаются чистить нравы, имея о нравственности далеко не лучшее представление. Что из этого получается, мы видим в отражении нынешней Олимпиады. После поединка с Хелиф итальянка Анджело Карини сказала, что уходит из спорта. На ее счету две серебряные медали чемпионатов мира и Европы. Но сейчас она чувствует себя деморализованной. Можно полагать, что Карини не единственная спортсменка, которая испытала это чувство на Олимпиаде. Если ситуация продолжит двигаться в том же направлении, то деморализация, как симптом новой нормальности, может стать обычным явлением. И, очевидно, не только в мире спорта. Не только в мире спорта.